Добрый день! Внимание! Благодарность объявляет Моррин Сергея Владимировича, исполняющий обязательство начальника ФГКУ 10-го отряда Федерального образца по руку Савятого за добродовестный труд, высокий профессиональный в работе. Сегодня с днём рождения! Его не будет, к сожалению, да, мы рядом. Я прошу вручить его. Спасибо большое. Я начну наше совещание. Новости, печальные вести. Продолжительное тяжелое болезнь кончался герой России, почетный гражданин Львовский, Александр Петрович Петров. Он регулярно приезжал в город в Урск, активно участвовал в общественной жизни нашего района. Он нагнает многочисленные патриотические акты и в приоритете памятник героев Советского Союза. Звание почетной гражданин Львовского получил в 2013 году. Я предлагаю обратить его в парню минуты молчания. Спасибо. Спасибо. Переходим к присмотрению наших вопросов в следующем поведении. Первый вопрос. От этого к введению продуктового журнала, как приятель, как руководство, мы поговорим. С начальником управления сельского хозяйства. Любея, в этот порядок, пожалуйста. Весенний сев 2017 года полностью завершен. В сельхозтоваропроизводителями района в текущем году было посеяно 13,4 тысячи гектар зерновых и зернобобовых культур. 20,5 тысяч гектар подсолнечника, 2,2 тысячи гектар кормовых культур и 2 тысячи гектар картофеля и овощебахчевых культур. Неблагоприятные погодные условия, сложившиеся весной текущего года, это обильные осадки, отсутствие тепла, не позволили сельхозтоваропроизводителям района завершить сев яровых культур в оптимальные сроки и в полном объеме. Сельхозтоваропроизводителями района в текущем году была пересмотрена структура посевных площадей. Были уменьшены площади посева яровой пшеницы на 400 гектар, овса на 500 гектар, проса на 300 гектар, сорга на 100 гектар, подсолнечника, кориандра и еще другие культуры. Также были увеличены площади посева кукурузы на зерно на 800 гектар, гречихи на 400 гектар, гороха на 300 гектар, сои на 100 гектар. В этом году посев гречихи был доведен до 1000 гектар. В этом году уже сеяли в гречиху 4 сельхозпредприятия, это Элит-С, Грежим, индивидуальный предприниматель Веделин и Мартынов. Азимные зерновые культуры в текущем году не пересевались. В целях повышения урожайности азимных зерновых культур весной текущего года была проведена подкормка азимой пшеницы минеральными удобрениями на площади 3,9 тысяч гектар. Всего на весенних полевых работах было использовано 700 тонн минеральных удобрений. Проведены химические обработки сельскохозяйственных культур против сорняков, вредителей и болезней. На текущую дату обработаны против вредителей сельхозкультур 6,6 тысяч гектар. Против болезней 600 гектар химическая прополка пройдена на площади более 9,8 тысяч гектар. На весенних полевых работах в текущем году принимали участие 250 человек, из них в механизаторах 200 человек. В хозяйствах было организовано горячее питание. Среднемесячная зарплата на весенних полевых работах в зависимости от нормы выработки составила от 15 до 25 тысяч рублей на 1 работающего. На весенних полевых работах было задействовано 220 тракторов, 200 сейлов, 150 культиваторов и за расходом более 1,3 тысячи тонн дизельного топлива. В целях обновления машин тракторного парка за 5 месяцев в текущем году сельхозтоваропроизводительным районом было приобретено 3 новых трактора, 1 зерновой комбайн, 5 сейлов, 3 культиватора и 11 единиц другой прицепной техники на сумму более 33 миллионов рублей. На выполнение комплекса весенних полевых работ зарасходовано около 207 миллионов рублей, на приобретение ГСМ 95 миллионов, запасные части 23 миллиона, минеральные удобрения 11 миллионов, средства защиты растений 40 миллионов и другие мероприятия. За счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей, полученных от реализации произведенной продукции, закрыто порядка 80% потребностей финансовых средств. В текущем году 3 сельхозпредприятия воспользовались кредитными средствами, было получено кредитов на сумму 33 миллиона рублей. Перед началом весенних полевых работ сельхозтоваропроизводителям района получены субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растеневодства в сумме 7 миллионов рублей, в том числе на поддержку производства овощей открытого грунта 1,9 миллиона рублей. Еженедельно в средствах массовой информации освещался ход проведения всенеполевых работ. В текущем году при приятных погодных условиях сельхозтоваропроизводителей Вольского муниципального района планируется развести зерна 43 тысячи тонн, подсолнечника 17,2 тысячи тонн, картофеля 18,9 тысячи тонн, овощей 10,2 тысячи тонн. В зимовку 2017-2018 года планируется заготовить по потребности сена 23,2 тысячи тонн, солома 17 тысячи тонн, силоса 9,2 тысячи тонн, зернофуража 7,6 тысячи тонн. По поручению главы Вольского муниципального района управлением сельского хозяйства с начала текущего года была проведена информационно-разъяснительная работа с руководителями сельхозпредприятий района на предмет прохождения производственной практики в хозяйствах района студентами Вольского филиала базамокарбулакского техникам агробизнеса. В результате проведенной работы за истекший период времени в сельхозпредприятиях района прошли производственную практику 28 студентов в Вольского филиала базамокарбулакского техникам агробизнеса. Работа по привлечению студентов на производственную практику в настоящее время продолжается. Доклад закончил? Роман Григорьевич, а с чем связано снижение субсидий на поддержку? Технические культуры вывели из субсидирования, подсолнечник убрали по этой сумме сразу снизу. Просто подсолнечник в том году субсидировался, в этом году подсолнечник убрали из списка. Пожалуйста, еще вопрос. От этого состояния поселок сейчас как-то время? Ну, нормальное пока, нормально все. Дождь и вот эти дождливые погодные условия. Что там? Ну, сельба опять ливен. Сенатол с ним не мог начать. Сельба началась, гадара нету. Единицы начали, дождей не дают. Не дают пока, да. Пешеницу уже наливали? Да. Ну, вот что такая ест, да? Цветет еще. Цветет? Ну, колс еще не это самое. Не, ну, колс есть. Не, колс пробировался, я имею ввиду. Колс хороший, четырехрядный. Колс нормальный. Ты говоришь, а овощами у нас то сейчас, то, что занимается? То, что занимается, да. В этом году он посадил, в принципе, на уровне прошлого года. Площадь такая же. Ну, с остальным работаем. Ну, пока трудно еще. А кто еще? Бадалов посадил? Бадалов, Торшев и в Спаске Алибек. Ну, там, это, кабачок. А теплицы у вас не акционируете? Теплицы в этом, в девчих горках, ну, я думаю, что осень они их запустят. Ну, а они сейчас что-то выращивают там? Сейчас там газ подключили. Был я на прошлой неделе, пока там еще ничего не выращивается. Там идет, то есть, работа, подготовка. Газ подключили. Может, в лет-то нет смысла? Ну, в восемь действует. Там вообще работа много у них. То есть, в восемь они планируют все-таки, ну, да, в восемь. А планы, следовательно, у них еще увеличения? Ну, планировали в прошлом году планировали еще строить. Ну, я думаю, сейчас пока, наверное, сначала это закончится, потом уже расширяться. А вот между борчевыми, это надо точно борчевыми. То, что вы тоже занимаетесь, да? То, что, да. Крижим? Нет, тоже, да, ну, ничего. Он землю отдал населению. Да, мы все начали. А вот в районе Нижней Чернавки, крижим, здесь вот высадили сады. Ну, как вы измывали? Да нормально они, в принципе, ничего там, вопросов не было. Общались мы с собственниками, в принципе, нормально. Слава так. Светлюк, с собственниками. Ну, вот, надо еще планировать, да? Да, да. Да, да. По студентам, вот, как я тебе, я же сказал, 28 студентов, все-таки население, кадры, здесь проходят, вот, да, проводить, в общем, периодные проблемы. Вот, возможно, студенты, которые побывали на практике, которые сейчас проходят там тоже, да, на летний период, они тоже закрепились. Поэтому, здесь вот эту работу я попросил бы не от аналогов, не только студентам, но и выпускникам это училище. Нам бы, конечно, интересно было, чтобы они ехали работать на студенке. На практике они поплыли, это понятно, энергии, какие получили, но они могут куда-то приезжать, а нам интересно поговорить по у нас, по-моему, 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 по-моему. То есть, руководителям, руководителям, все объехали, ну да, крупные сельхозпредприятия, поехали, все, да, вот, Даник Геннадьев, да, все, поехали, со всеми общались. Владельцы, 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 Владельцы. Да, Владельцы. Кто там сейчас, как, когда, где у вас сейчас, куда-то будет строить? Ну, сейчас вот у нас остались и студенты, это Куликовская, ЛИДС, Коммунар, Рассвете. В общем, в этом пожелали остаться, а мы, значит, проходили, я, конечно, прав, 8 человек. Ну, я вам хочу сказать, Владимир Иванович, не везде есть, если бы мы все объехали, с Алексеем Ольгеновичем, не везде есть условия для того, что там проживали студенты. В некоторых хозяйствах предоставляют жилье как бы пыль. То есть нет условий для проживания, тушь помыться нет, или нет. Понятно, условий нет, мы с вами для этого здесь и находимся, и мы здесь совокуповодители, всекор товаропроизводители. Надо создавать эти условия. Потому что специалисты, ну, к сожалению, они востребованы, там сейчас есть, нехватка у них. Поэтому недавно создавать условия, встречаться с совокуповодителем, еще раз обговаривать, и тут они на это, и тут нас третят. Жизнь заставляет их уже в этом плане работать. Если мы говорим про организаторов, в Багай-Баранске, хорошие условия, да. Да, там и слава студентам. Вот видите, уже какой положительный есть результат. Студенты остаются. Да, понятно, сейчас не везде есть условия. Душу помыться, там, и все, все. Мы с вами для этого здесь и находимся, чтобы создавать условия. Чтобы наши выпускники, сохраняясь на училище, те, кто, говорят, в колледже, устраивали здесь на работе у нас в районе. Не уезжали. Когда молодежь приезжает в село, запахивает, приезжает ребенка приехать, семья называется. Повторяю. Спасибо, специалист. Все у вас, да? Давайте второй вопрос. Региональных культурных проектов второго паразитов движения Саратовского областа. Новый знак умерший, как-то новую возможность для амбризаторов может быть сомневаться. Начальник управления культурным кино. И, пожалуйста, вы можете, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники совещания. Жанна, предусловно. На заседании экспертного совета по культуре Саратовского областа в конце марта текущего года губернатор Валерий Васильевич Радаев назвал ключевые направления региональной политики в сфере культуры, среди которых приоритетное развитие системы работы с одаренными детьми. Главный тренд в текущей повестке — раскрытие талантов и поддержка одаренных детей. Для реализации творческого потенциала вольчан у нас успешно функционирует Польский экологический музей, 34 клубных учреждения, 29 библиотек, 3 детские школы искусств и 2 областных учреждения. Драматический театр и филиал областного польжа искусств. Эта фундаментальная база позволяет творческим одаренным детям развиваться в своей способности практически во всех видах деятельности культуры и искусства. Основной базой по выявлению и поддержке одаренных детей являются школы искусств. Система работы в учреждении дополнительного образования построена так, что способствует не только выявлению одаренности ребенка, но и постоянному и поэтапному его развитию в процессе обучения с раннего возраста. Помимо учебной работы, школы искусств ведут большую концертно-просветительскую деятельность от школьных мероприятий до масштабных тематических музыкально-театрализованных постановок. Практически все 17 концертных творческих коллективов школы искусств хорошо известны вольчанам. Без них не оходится ни одно мероприятие в муниципальном уровне. Анализ основных показателей детских школ и искусств позволяет утверждать, что контингент школ удается удерживать стабильные численности. На сегодняшний день это 1420 человек. Прослеживается положительная демонстрация творчества исполнительского уровня обучающихся. Выявление и развитие у детей интеллектуальных и творческих возможностей способствует проведение шести ежегодных муниципальных фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства среди детей детских школ и искусств. В дальнейшем развитии исполнительского мастерства способствует участию в конкурсах более высшим уровнем. В 2016 году одаренные дети школ и искусств и в составе творческих актимов Мы стали лауреатами и дипломатами 89 конкурсов. Имена талантливых детей, учащихся в детских школах искусств номер 1 и 5, звучат на престижных мероприятиях с российского и международного уровня. Сегодня мы гордимся достижениями Матвей Наумовна, Александр Дядик, Матвей Башлыкова, Тамара Сиденкова, Зиктория Тесаревкова, Варвара Федотова. Особенно хочется отметить заслуги обучающейся отделения изобразительного искусства детских школах искусств номер 5 Софьи Давыдовой. В 2016 году 11 работ 15-летних художниц из Вольска завоевали престижные награды конкурсов изобразительного искусства различного уровня. В этом году рисунок Софьи Давыдовой «Каждому по заслугам» победил в третьем международном конкурсе иллюстрации сказки народов России и мира глазами детей и был размещен в книге «Сказки народов Сербии». И в 2017 году отмечен яркими победами. Гореографический ансамбль «Ревераль» завоевал самую высокую награду всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Москва. Сызарин транзит» в звании клавулята первой степени и приглашение на участие в финальной программе международного конкурса «Роза ветров в Москву» осенью текущего года. Юная художница Виктория Клачан заняла первое место во втором открытом конкурсе изобразительного искусства «Перформанс» в рамках четвертого межрегионального фестиваля «Одаленные дети. Пусть к мастерству». Порадовали результаты 9-го российского конкурса исполнительного мастерства «Звездочка Юга России». Юные музыканты Матвей Болшенков, Матвей Наумов, Гарвард Задотва вошли в число победителей. Ежегодно обучающие школ побеждают в конкурсном отборе на соискание именной губернаторской стипендии, которая учреждена Министерством культуры Саратовской области и выплачивается лучшим учащимся образовательным учреждением культуры и искусства в рамках реализации программы «Одаленные дети» Саратовской области. Наши ребята участвуют и побеждают в конкурсном отборе с 2010 года. В числе обладателей единовременной престижной премии 8 юных музыкантов – детская школа искусств номер 1 и трое учащихся детской школы номер 5. Конечно, такие успехи достигаются совместным трудом Творческого союза – ученика и учителя. В учреждениях дополнительного образования успешно функционируют, работают 83 преподавателя. Преподавателями образовательных организаций культуры и искусства области за высокие достижения в педагогической деятельности правительством области выплачивается ежегодное денежное поощрение в рамках государственной программы Саратовской области культуры Саратовской области до 2020 года. Обладателями диплома за работу с одаренными детьми и денежного вознаграждения в разные годы были и лучшие преподаватели школы искусств нашего района. Особенно хочется назвать имена педагогов, воспитавших целый плиятный талантливых учеников. Это преподаватель детской школы искусств номер 5, член Союза художников России Елена Николаевна Шаповалова, в этом году отметившая 20-летие своей педагогической деятельности. Через два года свой 50-летний юбилей педагогической деятельности отметит Татьяна Юрьевна Лапшова, преподаватель баяна и аккордеон детской школы искусств номер 5. Преподаватель-концертмейстер детской школы искусств номер 1 и артист оркестра Элегия Елена Васильевна Цыплакова в октябре 2016 года отметила двойной юбилей – 70-летие со дня рождения и 50-летие педагогической работы в одном учреждении. Развитию творческих способностей юных вальчан уделяют особое внимание и работники клубных учреждений «Синкризованная педагогическая система». Культурное пространство Вольского района создает и расцвечивает 160 коллективов самодетельного художественного творчества, в том числе 98 детских. Из года в год растет их творческий потенциал, в том числе благодаря ежегодному проведению муниципальных конкурсов самодетельного художественного творчества. В районе их проводят 5 традиционных конкурсов в муниципальном уровне. Фестиваль самодетельного художественного творчества «Вольская весна», конкурс исполнителей художественного слова «Могом России», конкурс эстрадной песни «Золотой волос», фестиваль самодетельного художественного творчества «Родники России» и танцевальный пункт «Стартинеджер». В этих творческих проектах представлена практически вся палитра направлений самодетельного художественного творчества. Они привлекают большое количество участников. Копилки, заинтересованные клубной системой в множество наград. Только в прошлом году в 33 конкурсах и фестивалях в различных уровнях завоемлено 65 дипломов разных степеней, из которых 3 диплома гран-при, 4 диплома лауреата, 6 дипломов лауреата первой степени. Да, сегодня сфера культуры района представляет современную динамичную развивающую структуру, готовую к реализации разнообразных творческих проектов. Но мы не обольщаемся достигнутыми успехами, знаем свои проблемные ситуации и стараемся своевременно их решать. Например, вопрос с износом музыкальных инструментов решается поэтапно за счет привлечения спонсорских средств и добровольных пожертвований. Таким образом, были приобретены аккордеон, поселок Осиной, баян, детскую школу искусств номер 1. Сейчас решается вопрос о приобретении саксофона. Для участия детей в конкурсных мероприятиях более высокого уровня необходимо значительное финансовое вложение. Деньги на поездки обычно изыскиваются за счет внебюджетных средств школы. И вот, пользуясь случаем, мне хочется поблагодарить Виталия Геннадьевича Матвеева, главу нашего района, за поддержку, оказанную в организации поездки наших детей из народного коллектива духового оркестра поселка Села Черкасская. Они у нас планируют участие в июле-августе в Международном детском центре «Артек». Крым, город Ялта. Администрация проплатила проезд детей и двух сопровождающих. В отделении Министерства образования и науки Российской Федерации бесплатных путевок в «Артек» стало возложенной наградой для участников этого коллектива. В творческой смене лучших духовых оркестров России примут участие только два духовых коллектива Саратовской области из Маркса и Горьского района. Сегодня мы уже можем говорить о том, что 2017 год стал годом масштабных культурных проектов областного уровня. Это конкурс юных талантов новой имена губернии под патронатом губернатора области и второй парад достижений Саратовской области «Армей так много золотых». Значение этих творческих проектов Министерства культуры Саратовской области трудно переоценить. Разные по критериям отбора, они едины в одном. Их цель – выявление популяризации и поддержка талантливых людей. Огромным плюсом региональных проектов является то, что отборочные этапы проводились на местах, что позволило представить на конкурсный отбор весь спектр имеющихся ресурсов и творческого потенциала и охватить максимальное количество участников. Уникальность областного проекта второй парада достижений Народного творчества Саратовской области «Армей так много золотых» в том, что он объединил весь потенциал самодеятельного творчества района. Своё мастерство в ходе муниципального этапа представили воспитанники детских садов, школьники, обучающиеся детских школ, творческие коллективы, отдельные исполнительные клубные учреждения, студенты и просто жители. Участниками парада стали как дебютанты, так и ветераны. Не раз своим высоким мастерством отстаивающий честь района на областном всероссийском и даже международном уровне. Всего в отборочном туре муниципального этапа участвовало 165 творческих коллективов, 1648 человек, 63 мастера декоративно-пекладного искусства и 5 художников. Победителями муниципального этапа в различных номинациях стали 27 творческих коллективов, 3 солиста и 31 мастер декоративно-пекладного искусства. Все они представляли Вольский район на втором областном этапе парада достижений, 19 апреля, прошедшего на базе Вольского военного института материального обеспечения. Выставка эксклюзивных работ и изделий декоративно-пекладного искусства, представленного вольчанами, по предварительной оценке жюри, является одной из лучших в области. Сама программа парада достижений в виде виртуального путешествия «Семь чудес Вольска» состоялась в 38 номеров и приходил при полномашлаге в зале. Оригинальные постановки, народные эстрадные песни, инструментальные, хореографические композиции, как в калейдоскопе смеяли друг друга. Лучшие из лучших в этот день показали свое мастерство на сцене. Результат долгой, полномерной работы и творческой сплоченности вольчан. Пользуясь случаем, мне хочется поблагодарить руководство Вольского военного института материального обеспечения за помощь в проведении парада и предоставленное помещение офицерского клуба. Областной конкурс юных талантов «Новые имена губернии под патронатом губернатора Саратовской области» это совершенно новый, впервые реализуемый, крупномасштабный проект. Он дает возможность всем юным дарованиям школы искусств продемонстрировать свои таланты, получить поддержку профессионального развития от ведущих, преподавателей, мастеров искусств области. И подняться на следующую ступеньку мастерства. Муниципальный этап конкурса проходил в марте. В нем участвовало 6 детских хоровых коллективов, 8 инструментальных ансамблей, 4 хореографических коллектива и 25 солистов-инструменталистов. Концерт-смотр победителей муниципального этапа прошел 28 апреля на сцене Филиала Саратовского областного колледжа искусств в Куртигольске. Областному жюри было представлено выступление 4 хоровых коллективов, 11 солистов, 2 хореографических и 4 инструментальных ансамблей. Всего 187 участников. Из них на второй тур конкурса отобраны хор ладжев класса детской школы искусств номер 1, обучающийся из школы Матвей Башлыков, Марина Алексеева, детский хор «Акварель», хореографический ансамбль «Реверанс», «Волжские капельки» детской школы искусств номер 5 и ансамбль «Русских народных инструментов сферей» детской школы искусств поселка Синули. Положительным моментом прошедшего конкурса стали рекомендации членов жюри по дальнейшему совершенствованию работы создаваемых СМИ и продолжению взаимодействия ведущих преподавателей Саратовской консерватории и Саратовского областного колледжа искусств преподавателей школ искусств Вольского муниципального района. В целом, говоря о реализации областных проектов, хочется отметить главное. Такие проекты – основы для перспективного развития. Они стимулируют и дают широчайшие возможности для дальнейшего творческого роста. Становятся дополнительным стимулом к совершенствованию. Победители конкурса, итоги конкурса пока нам неизвестны. Они будут подводиться осенью, но высокую оценку проделанной работы мы уже получили. Думаю, что все наши успехи происходят благодаря поддержке администрации Вольского муниципального района и Министерства культуры Саратовской области. Убеждена, что культура нашего района будет и дальше динамично развиваться, отстаивая приоритеты духовных и нравственных рекиалов. Я все благодарю за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Большую работу в Саратове управления культуры совместно с Саратовым и Саратовым и Саратовым и Саратовым и Саратовым и Саратовым. Саратовым и Саратовым и Саратовым. И то, что наши духовые ответы, Саратовый и Саратовый, это не моя заслуга. Нет, ваша помощь в организации поездки, конечно. Это наши обязаны что-то сделать. Это заслужили дети, которые своим трудом и своим талантом развивают вот такие результаты. Поэтому на 14 июля они там, да? Да, да, да. Они там хорошие там отдыха, я думаю, больших успехов, чтобы они, я думаю, должны запомнить вот этот поездок в Ортес. Наверное, многие, когда здесь сидят, в своей мечтах попасть в Ортес, это было такое, что ты скажешь, неисполнимо желание, да? Кто был в Ортесе? Кто был в Ортесе? Да, один человек. Они там еще и трудиться будут, они только отдыхают. Я почему-то очень приятный год. Приятный год. Приятный год. Новыми планами. Ну и приглашайте всех коллег, которые слушают фестиваль детей. Приглашаем. Программа будет очень обширная, мы постараемся всех удивить. Всех приглашаем однозначно. И участвовать в карнавальном нашем шествии, который в этом году мы первый раз проводим. Не только в качестве игротеки. Да, а в качестве участников, конечно, конечно. Ну, много кто обыграет, знаете. Программа очень обширная. Поэтому приглашаем всех. Очень активно население, больше принимать участие. Поэтому всех так и приглашаем. 1 июля, 10 часов. Сначала на площадь, 10 веке октября. Ну и потом, главное, и переходит на набережь. Такое чудо должно звучать. Вот, уважаемые коллеги, всегда латом, первую очередь. Значит, это столько, сколько у нас в Ноландии ребятишек, ну, наверное, не каждый район может похвастаться. Молодцы ребята. На мой взгляд, мы с вами делаем благословение. Ну, кто-то где-то там поехал на какие-то, ну, не знаю, как это называть, на соревнования, на конкурсы какие-то, выиграл какое-то место. В лучшем случае это прозвучит на страницах газет. И все. Одноразово прозвучало. Сейчас я думаю. Об этих детях надо говорить, об этих достижениях надо говорить. Это губернатор постоянно. Для того, чтобы, ну, скажем так, на перспективу работать, надо, чтобы район, область, и вся Россия знали наши дети, знали их достижения. Поэтому надо подумать, надо подумать. Кроме газет и сайтов, но еще есть масса возможностей у нас с вами. Может быть, разместить какой-то, я не знаю, там, стенд подаренный, дети. Вот, заасфальтируем площадь, будет красивая площадь. Может быть, где-то здесь, я просто делаю смысл, надо подумать. Это очень интересно. В первую очередь, и детям, когда мы увидим, что вот кто-то с ребятишкой, он или она увидит, что ее разбестили на этом стенде, и вот так и так. Все прочитают. Банную может пропустить. Да, раздавую это. То есть, есть масса вопросов для, то есть, что хотите, для рекламного достижения наших детей. А мой взгляд, это очень важно. Хорошо. Есть еще вопросы по-настоящему? Спасибо, профессор. Спасибо. На колене я хотел бы вам поговорить. То есть, в 24-м году, я знаю, что в Саратове в Волгом-Центре Роза-Битров, мероприятие для выпускников, вообще, школа Саратовского клуба, с предсотея, депутат, председателя Собрания Государственной Думы, Штатырич Володя, в Саратове второй год подряд, проходит от нашего района принято часть 190 выпускников, второй, 129 выпускников, за прошу прощения, 129 выпускников, ребята съездили очень довольны, именно такое впечатление, приятное у них, я думаю, что мы с долгой-долгой памяти у них, этот выпускной останется в жизни навсегда. Поэтому спасибо организаторам, организаторам этого помощника в фестивале. Я думаю, это будет ежегодно, и еще не один выпускник последующий бывает на этом. Мы все сделаем за это. Общий вопрос о объявлении, пожалуйста, есть? В субботу, в пятницу, звучало несколько звонков от жителей Февольска. Ссылается на то, что якобы на территории ГУДЖИГУТА освободируются какие-то, поэтому не знают, правда это или не правда, но вот как-то провести. Давайте, у нас некую наголовую деятельность. Есть информация какая-то? Ну, вот, вот, я берегу отцам. Субботу даже вам говорят. Мало того, мол, так я разговариваю, вот с мальчиком разговариваю, да? У него были люди, которые ходят с письмом, ходят с письмом, ходят с письмом, вот все. Давайте, мы можем посмотреть сюда. Каким образом это надо, чтобы это было занавто, чтобы потом нам не говорить? Что это будет бездействие? Подчатная территория. Читайте, что это моим официальным заявлением. Если вы хотите, я напишу вам письмо, потому что вы звонки пришли ко мне. Понятно, там люди, как бы, непонятно с какой точки зрения стерегаются фамилии и мальчества. Ну, мне стерегаться нечего раз прийти. Давайте колесе он нам выйдем со мной. Ну, ради бога, давайте колесе он выйдем. Давайте, грустенье. Потому что нехороший разговор, это кому не нужно. Видит, на самом деле, таких бактерий нет. Да, нужно просто проверить, вот и все. И людей успокоят, что там или есть, тогда какие-то дебы будут принимать. А сейчас еще нет, то людям нужно довести информацию, что ничего подобного там не будет. Так, пожалуйста, в случае у кого объявления какие-то есть? Вообще есть? Развещение закончено. Всем спасибо.